Всего несколько дней осталось дооглашение результатов отбора претендентов на соискание государственных молодежных премий Республики Мариэл. Из 35 представленных на конкурс работ члены жюри выбирают наиболее оригинальное. С творчеством одной из претенденток познакомился наш корреспондент. Наши корни уходят в землю, наши души стремятся к небу. Стихотворение одного малоизвестного поэта идеально подходит героине нашего сюжета, художнице Ане Санниковой. С детства не расстающейся с карандашами и кистью. Она родилась в творческой семье, искренне любящей свой край. Совсем не удивительно ее увлечения с живописью. Она – дочь художника. И интерес к культуре своего народа, видимо, на уровне генов. Теперь в своей мастерской на 15 этаже Ишкарлинской высотки она творит, объединяя в своих работах и любовь к земле, и стремление души дотянуться до самого неба. В этом цикле идет рассказ о жизни человека, начиная от создания земли. То есть как великое божество Кугуюма приходит на землю, где еще царит мировой океан, начинает создавать землю, создает человека. И когда уже зарождается эта первая жизнь, начинается рассказ о жизни людей. То есть как они живут, как они проживают свои жизни, чем они занимаются. То есть вот такая размеренная жизнь простого человека, она и показана в этом цикле. Ну а как цель, как главная мысль всего этого цикла, наверное, рассказать, во-первых, о самой культуре, познакомить зрителя с этой культурой. И потом еще раз напомнить человеку о тех прекрасных моментах жизни, пусть и самых простых. Пусть это будет приготовление еды, или там охоты, или еще что-то такое будничное. В этом всем очень много красивого, много прекрасного, и каждый момент нужно ценить. 25 композиций, 7 блоков, как 7 дней сотворения мира. Параллель не прямая, но читается очень четко. В этой работе вообще каждый элемент, каждый символ имеет свое значение, а порой даже несколько. Когда я начала делать первые эскизы, они у меня были немножко даже другого вида, более реалистичные, более живописные. Потом, когда уже шла проработка каждого эскиза, проработка общей концепции, я подумала, что раз уж речь идет именно о культуре, причем о культуре древней, языческой, стоит обратиться, наверное, к корням и к каким-то традиционным видам искусства древнего народа. Традиционный вид искусства – это, конечно, вышивка. Ну и вот эти все природные материалы, то есть дерево, холстяные ткани, нити, вот эти тканы, шерстяные. Это все, конечно же, зрителя как бы настраивает на восприятие правильных этих работ. Почти каждый день при любом удобном случае она стремится сюда, в мастерскую. Вот мастер и полотно перед ним. Время творить. Мне кажется, что настоящего художника вдохновить, впечатлить может буквально там любой ветерок, любой листочек, который упадет на землю. То есть нужно уметь очень тонко чувствовать окружающую среду. Ну и, конечно, полностью отдаваться своему делу. Даже вот когда я работаю со студентами, я всегда им напоминаю и сама точно так же делаю. То есть если вы хотите чего-то достичь, если хотите рассказать о своих внутренних вот этих вот переживаниях, нужно жить этим, жить красками, холстами и большую часть, наверное, времени уделять именно искусству. Видеть мир через призму переживаний – особенный дар. И она с радостью делится им со своими учениками вот уже почти 8 лет. Есть надежда, что и эти ребята переймут ее любовь к родной земле и удивительный взгляд на мир.